В чем же секрет вкусных гренок? Сегодня я открою вам 5 секретов этого замечательного блюда. Уверена, каждый из вас его ел, но... Итак, нам понадобится 2 яйца, столовая ложка сахара. Сахар можно заменить любым сахарозаменителем. Все хорошенько взбиваем. Добавляем молоко. Примерно 100-150 граммов. Видите, какой у меня получился раствор для их замачивания? Он желтенький. Поэтому первый секрет, используйте домашние яйца. Если нет возможности использовать домашние яйца, покупайте яйца высшего сорта, чтобы они были реально желтыми. Дальше мы замачиваем, хорошенько замачиваем и оставляем на некоторое время. В зависимости от того, насколько свеж ваш батон. Второй секрет. Про гренки надо не просто забыть, а их время от времени менять местами. То есть они у вас должны равномерно все быть пропитаны. Видите, я взяла. Нижние переместила вверх, а верхние, соответственно, переместила вниз. При выкладке на сковородку также берем только нижние гренки, которые пропитались. Верхние гренки, соответственно, уходят на низ. И таким образом они пропитываются все максимально хорошо. Вот так это смотрится при поворачивании, переворачивании. Но зато, выкладывая гренки на сковородку, аккуратно их выкладываем. Они довольно мягкие, могут развалиться, потому что они хорошенько у нас пропитались. Поджарили с одной стороны. Жарим на среднем огне. Это важно. То есть они не должны у нас пригорать, но для образования корочки они должны хорошо поджариться. И получится идеальный цвет и идеальный вид. Переворачивать лучше, конечно, лопаткой. Вилка не совсем хороший формат, потому что они могут развалиться в процессе переворачивания. Когда вы выкладываете свои последние гренки, вылейте на сковородку оставшуюся смесь. Этим вы сделаете гренки еще мягче. Вот такие замечательные греночки у нас получились. Четвертый секрет вкусных гренок. Подавайте их со взбитым творогом или йогуртом. Можно еще со сметанкой, конечно. Так будет намного вкуснее и полезнее. Пятый секрет придержу наконец. А пока подпишитесь на мой канал, где много полезных рецептов. Пятый секрет. Готовьте с любовью. Это важно.